Сейчас мы переходим к практической части нашей работы. У нас сначала будет небольшая презентация, а затем будет практическое занятие. Мы дальше свою работу построим. У нас будет часть, которая посвящена скомпретизации данных. До кофебрейка, я думаю, что будет в течение часа. Затем после кофебрейка мы занимаемся клинингом. У нас будет большая практическая работа. Это у нас получается до обеда, правильно? Да, до обеда. И после обеда у нас будет в демонстрационном виде публикация данных через ЭПТ. Я буду просто показывать, как это делается. У меня нет цели, чтобы вы запомнили всю последовательность действий. Я просто хочу показать, что это не сложно. И затем мы рассмотрим на опубликованные наборы данных, как они выглядят, что-то можно посмотреть, где там какая статистика. И все накопившиеся вопросы, которые у вас будут за этот день, мы отсудим в конце дня. у нас будет правильно. Поэтому, пожалуйста, записывайте все ваши вопросы. и жидкие. Так. Значит. Значит. А. 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 Ну, эта презентация сделана на основе слайдов, которые обычно показывают на жидких курсах. Она сделана в планах проекта Беодата. Значит, буквально пару слов о том, что вообще такой стандарт. Ну, в целом можно сказать, что стандарт – это просто такая договоренность. Это просто некий согласованный способ что-то вместе сделать. То есть, когда люди договариваются о том, что есть какие-то нормы, соглашения, соглашаются, что-то делать однообразно. Ну, и, соответственно, в таком случае возникают какие-то правила, которые необходимо выполнять, какие-то ограничения, которые все должны придерживаться. Значит. Ну, мы все каждый день с вами пользуемся какими-то стандартами. Например, мы все пользуемся там лицами измерения в метрической системе, или мы используем там разные системы счисления, как правило, арабскую, иногда юзкую. Алфавиты, языки – это тоже все стандарты. Вот. Если мы посмотрим вот на эту запись, здесь записаны координаты широта и долгота. И вот для того, чтобы вот эту запись представить, тоже использовались разные стандарты. Например, там было стандарты представления. Это координат в градусах, минутах, секундах. Для этого использованы арабские цифры. Мы используем английский язык для обозначения широты и долготыла. Их там латинский алфавит, покраски символа и шрифтериум. То есть стандарты, они как бы нас окружают. Это такая повседневная действительность. Вопрос. Но, естественно, чтобы в этом иметь представление о стандартах, нужно немножко иметь представление об информатике, об теоретических основах ее. Вопрос, зачем это нужно. Потому что мы работаем с данными. Мы не занимаемся информатикой, мы все биологи. И вот наш объект – это полевые наблюдения, это литература, это наши публикации, наши флористические, флористические заметки, то, что увидели наши фотоловушки, это данные о каких-то образцах, которые хранятся в наших коллекциях. Здесь стандарты нужны для того, чтобы объединить все эти данные в единую табличку, то, естественно, нужны какие-то договоренности. Каким образом мы будем описывать гербарные образцы, каким образом мы будем описывать наблюдения, и как это все совместить. Вот для этого в GBIF нужны стандарты. И когда вы готовите данные для GBIF, нужно их привести вот к этому общему знаменателю, чтобы во всех полях, во всех наборах данных датасетов были одинаковые значения. Значит, стандартов на самом деле для представления данных для разнообразия их довольно много. и есть как бы более специфические и менее специфические. Но вот мы сегодня будем говорить про дарвный пор. Это стандарт, который чаще всего используется в GBIF. и сделала его группа Budiverst Information Standards или GBIF, которая, в общем, занимается этими стандартами. Значит, что-то такое дарвный пор. Это термины, это описание этих терминов, правила их использования. Если сказать проще, то термины – это заголовки столбцов или полей вашей таблички. А правила их использования – это то, как ячейки в этой табличке заполнять. То есть, например, координаты должны быть записаны в формате десятичных градусов. Дата должна быть записана в формате год, месяц, день. То есть термин дата и правила – это то, как этот термин должен быть записан. Значит, терминов в Дарвинд-Поре много, больше ста тридцати. И это понятно, потому что данных очень много в GBIF. Данные очень разнородные, и чтобы их описывать, нужно много… у них есть много свойств. И вот для каждого термина есть спецификация. Эту спецификацию можно посмотреть на сайте. Вот здесь вот есть в иголочке ссылочка. Вот есть специальный сайт таблика. У Таблика раздел будет сайте, который посвящен Дарвинд-Пору. Вот вы когда туда зайдете, вот вы увидите вот такую примерную картинку. Значит, здесь мы видим разделы Дарвинд-Пора. И вот так вот описывается термин Тайп и дальше его описание. Для того, чтобы вот в этих 130 терминах было удобно ориентироваться, термины разделены просто по смыслу на разделы. Вот они, эти разделы. Вот как эти разделы можно перевести на русский язык, ну или классов, они его назвали. То есть отдельные разделы посвящены целым по записи, что-то такое. Это раздел, посвященный описанию находки, описанию организма. Если вы какой-то конкретный организм, там, наблюдаете, например, дуб посажен или вам толстый. Значит, описание, если это коллекционный образец, то там вещи, касающиеся, там, как он препарирован, где он хранится. Данные о том, когда произошло, когда сделана вами находка, или там, когда произошла встреча вашего организма. Описание его местонахождения. Если у вас окаменелость, то вот специфические данные, связанные с геологией. Каким образом было проведено определение образца. И те данные, которые касаются таксономической информации. Ну и также можно, если у вас там есть ссылка на изображение этого образца, то тоже можно все привести. Значит, посмотрим на пример. Вот в разделе «Локейшн» или «Местонахождение», вот мы его выбрали. Есть такой термин «Country», то есть название вашей страны. И, значит, что у нас здесь идёт? Определение, что это такое. Дальше вот написано «Комментарий». Здесь обычно описывается о том, каким образом этот термин использовать. То есть, поскольку «GBF» — это всё-таки звод правил, есть несколько классов, допустим, полей. Есть поля, которые вы можете заполнять в произвольнике. Таких полей не очень. Есть поля, которые необходимо заполнять по определённому стандарту. Ну вот, например, название страны предлагают выбрать из вот этого справочника географических названий. Или из какого-то ИСО. Есть, дальше покажу, термины, в которых нужно выбирать за какое-то одно название из фиксированного набора значений. Ну и вот здесь вот показаны примеры. Таким образом, это поле может быть заполнено. Например, название страны «Комментарий». В общем-то, все вот эти поля в Дарвом поле — это все очень привычные нам термины, это все свойства обычные, которые мы обычно описываем у наших объектов. Там, где он встречен, как он встречен, как он определён, как он собран. Есть одно специфическое такое поле «Basis of record», очень важное, которое плохо переводится на русский, как «Основание находки». То есть это то, что послужило основанием для того, чтобы появилась вот эта запись в Джигиде. Это может, значит, и здесь важно, что значение вот этого «Basis of record», оно фиксированное. То есть оно должно быть одним из вот этого списка, который здесь приведён. Значит, либо это «Treserve Spishman», то есть образец, который хранится каким-то образом зафиксированным, там, например, и парный образец, или влажный образец. Значит, «Fossil Spishman» — это, соответственно, опубленелый, то есть живой образец, наблюдение человека или машинное наблюдение. Это поле очень важное, потому что оно является одним из обязательных полей, оно будет одним из обязательных полей в вашей кабличке, и вот его нужно всегда не забывать и внимательно его заполнить. Ну и тоже важное поле — это «ID». «ID» — это уникальный идентификатор, то есть каждая запись вашей таблицы должна иметь какой-то уникальный номер. Это может быть порядковый номер, это может быть какой-то осмысленный идентификатор. Если у вас там, например, в вашей коллекции пронумерованы все образцы, и они все уникальны, то есть они не повторяются, то тогда можно использовать, например, этот ID. Если у вас там есть уникальная ссылка на каждую образец интернет-страницы, то ее тоже можно использовать. Ну и помимо того, что терминов очень много, если у вас данные очень специфические, то возникает часто ситуация, когда этих терминов все равно не хватает. Для того, чтобы описать такие данные, есть еще расширения, и они позволяют тоже очень много всего описывать, но я сейчас не буду про них подробно рассказывать. Когда вам потребуется использовать эти расширения, я думаю, что просто можно это будет обсудить индивидуально. Для того, чтобы облегчить пользователям жизнь, и чтобы люди, которые хотят опубликовать свои данные, сделали это быстро, и не мучились с английской спецификацией данного кора со всеми 130 терминами, в GBIF есть шаблоны для каждого типа данных. Значит, я напомню, что есть три типа данных GBIF. Это чек-лист, то есть список видов для какой-то территории, для страны, для заповедника, для вашего города, для вашего дачного участка. Не важно, территория может быть любая. Но это список видов, которые привязаны к какой-то одной площади. Второй тип – это данные о находках, когда каждый ваш таксон имеет какие-то координаты. Это могут быть координаты, снятые с помощью железа, это могут быть координаты, которые описаны просто… Это может быть просто местонахождение без числовых координат. И третий тип – это данные описания про площадей и мониторинга, когда у вас есть площадка или маршрут, и там есть виды, которые имеют свои характеристики. Значит, все эти шаблоны доступны через сервис Github, если вы по этим ссылкам пойдете, то они там все есть. Это экселевская таблица. Там для каждого типа данных две таблицы. Одна таблица с примером, другая таблица пустая. И, значит, мы сделали на GbF.ru, мы перевели спецификацию не всех даже терминов, только наиболее широко использованных. Ну, вот ее тоже можно считать и ей пользоваться. Значит, коротко покажу, как выглядят эти шаблоны. Ну, вот для токсиномических данных табличка выглядит… Ну, то есть, это наша обычная табличка, которая в вашей табличке, наверное, тоже очень похожа с токсиномическими данными. Значит, здесь можно сказать, что одна страха в этой таблице – это один таксон. Это может быть вид, рот, если бы не определили до вида. И эти таксоны не должны повторяться. А в таблице, соответственно, будут уже… Поля в таблице – это токсиномические уровни и другая такая же информация. Если у вас данные о находках, то одна строка – это одна встреча одной какой-то особи или группы особей. И, значит, здесь понятно, что токсоны могут повторяться. Потому что вы идете по маршруту, вы встретили дуб один раз, потом вы встретили дуб второй раз, третий раз, но они будут в разных координатах. И полями здесь будет, что, где, кто, когда и кем было сделано это наблюдение. Шаблон для площадных маршрутных учетов, он состоит из двух таблиц. В первой таблице у вас будет описание ваших площадок. И одна запись – это одна площадка. А во второй таблице у вас будут списки видов с их характеристиками на каждой площадке. И там, соответственно, один вид – это одна строка. Надо еще сказать, что во всех вот этих таблицах есть поля обязательные и есть поля рекомендуемые. Там это все можно почитать. То есть есть поля, которые обязательно должны быть заполнены. Их очень немного – 3, 4, 2. И, в принципе, такую таблицу вы уже можете опубликовать в джибиле. Если хотите выдавать более широкие данные или не хотите – это ваше личное дело. Это как бы на ваше усмотрение. Даете вы точные координаты до пятого знака или вы даете только градусы минуты. Или вы пишете, что просто на территории заповедника этот вид распространен. Вся вот эта вот подробность и точность указания данных, она целиком лежит на авторах. Но если вы данные намеренно загрубляете, то хорошо бы об этом указать в описании вашего набора данных. Если есть короткие вопросы… У меня здесь есть полмаршрутный учетный заказ. Угу. Здесь вот ситуация следующая. Мы выводим туда… Мы можем ввести как первичный материал учебный учет. То есть у меня это полмаршрутный учитель и птиц. Но там есть моменты такие, как расстояние встречи у этой птицы. Да, я думаю, что… Или проще, в принципе, уже результаты. То есть я описываю мастер таблицы, много терминов есть. Например, мастер таблицы описываю маршрут, что он составляет. А в соотношении умная таблицы только уже результаты, то есть полностные отзывы. Я думаю, можно сделать и так, и так. Это зависит от того, что вы хотите. Да, от того, что вы хотите открыть. Так, если вы готовы, все исходные данные целые… Это дольше. Это просто другое. Понятно, да. Если вы хотите… Все это зависит. Если вы хотите, наверное, потратить мало времени, публиковать меньше данных, вы можете выбрать… Это результат. Да, конечно, конечно. Все совершенно… Там, действительно, Наташа сказала очень важно… Вот я хочу брать ваше внимание, Наташа сказала очень важные, вообще-то говоря, слова. Там очень мало обязательных полей. Да. То есть, понимаете, что любая таблица… Вот я вышел сюда на… Ну, летом, да, на газон. Я сделал геомотоническое описание одной площадки. Вот эти минимальные данные – это название вида и общий координат этой площадки. В принципе, больше ничего нет. Там есть какие-то два-три поля константы, так называемые константы. И все. Для меня будет уже готовый… Русские системы… Да. Потому что это описание, которое очень важно… Так что 130 полей, обязательно штук пять. Бояться это не нужно, это все соответствует… Да. Все 130… Вы точно использовать не будете. Хотя бы потому, что некоторые из них по смыслу… В поисках GPF и глобальный поиск ведется обычно где-то по 10-15 полях, которые принято заполнять все-таки… Понятно, что даты находки, как правят координаты… Еще зависит от… Есть проезд, объединяющий нескольких людей. То есть, если на среде завора используется одна методика, и все загружают… И потом сравнивают между собой там все эти данные, то можно возгрузить со всеми сходными данными, и это будет иметь значение на контексте этого проекта. Учет птиц, зимний маршрутный учет. Там есть совершенно свободный поле, в котором вы можете просто описать какую методику используете, чтобы люди понимали, на чем осталось. Сейчас у нас будет небольшая практическая работа. Вот если вы откроете папочку с заданием, первую папку, где, допустим, в данном формате, значит, там есть картинка. Пайл называется «Ербариум шитмета» и «Ербариум шитмета». Где такой большой, широкий лист? Да, большой, широкий, красивый лист из Глутемака. Это гербарный образец с синтептикан гербарного образца из Глутемака. И сейчас мы посмотрим, как вот эту этитику представить в формате Глутемака. Давайте сначала мы посмотрим на вот эту вот этикетку. Какая, в принципе, тут есть информация? Ну, во-первых, здесь написано, округой гербария. Написано название этого вида, где оно собрано. Указаны координаты, высота, где мы сделали описание этого места. Сколько собрал, значит, кто это определил и когда это было сделано. Кроме того, вот есть еще номер. Есть еще номер. Это, видимо, порядок номера этого образца. Да, да. Во всей вот этой гербарной коллекции. Конечно, в синтептикан гербарного образца написано без номера. Вот, внизу Ф, значит, коллектор арчила и коллектор арчила. То есть, когда коллектор собирал, он никакой гербарации светил. Да. Значит, еще в этой палочке есть два эксельских учащих. Значит, есть две таблички эксель. Вот нужно сейчас открыть табличку, которая называется эксельсайском лице. Ну, сейчас закрыть. Давайте. Вот это табличка. Вот эта табличка. Это тот самый шаблон для данных, которые называются операнс. То есть, у нас гербарный лист. Гербарный лист – это данные о находках. То есть, когда каждый образец, словом, где-то в определенном месте, где-то в определенное время. Значит, когда вы перейдете по ссылкам, которые были на моем слайде, на сервис GitHub и скачаете себе шаблон, он будет выглядеть именно таким образом для этого образца. Значит, обратите внимание, что здесь ячейки покрашены в разный цвет. Есть желтенькие, есть красненькие и есть зелененькие. Давайте разберем, в чем значит разница. Вот если мы введем на красненькую, видите, тут написано термин обязательный. Вот таких терминов всего-то тут… Сколько у нас? Че-то у нас уже не надо. Да. Всего четыре. Значит, этих терминов всего четыре. Вот посмотрите, Accuracy ID, то есть ID этой записи, Wises of Rector, то есть то, что послужило основанием для этой записи, event date, когда это было собрано, и scientific name, название вот этого вашего образца. То есть, если вы там делаете табличку, в которой будет 4 вот этих поля для вашей покупки, то в принципе, уже ее можно задеть и тубриковать. Желтенькие обязательно? Да. Если вы на них наведете, смотрите, вот тут будет написано, что необязательно. Вот, значит, есть поля, которые помечены как рекомендуемые, то есть их включать необязательно, но желательно. Вот, например, тут поля, которое записано в царстве. Зачем это надо? Как вы знаете, есть виды животных и виды растений, которые называются одинаково. И если... И GVF может, в принципе, неправильно это царство интерпретировать. То есть если вы публикуете только название вида, то всю систематику выше он прицепляет автоматически при публикации. И иногда происходят ошибки. Например, когда у нас был опубликован большой фотосет по Самарской области, по флоре Самарской области, в этом фотосете оказалось на 22 тысячи растений одно животное. Потому что не был указан вот этот кендом, и он один вид растения посчитал как животное. Значит, какие там у нас еще? Значит, давайте еще посмотрим, какие тут есть поля. Значит, да. И еще посмотрите, пожалуйста. Значит, есть такое поле рекомендуемое, которое называется Country Code. Вот там. Country Code. И в этом поле записывается код страны. То есть есть специальный стандарт СО, который широко используется. Вы его, конечно, все знаете, где каждая страна имеет коротенькое буквенное название. Вот для того, чтобы страна тоже была идентифицирована однозначно, за тот случай, если вы в поле Country с опечаткой напишете. Есть вот этот вот поле Country Code, который стандартный код вставляется. То есть в России он ROOP. Да. И, соответственно, страна и друг друга однозначно идентифицироваться. Вот. А теперь еще важно сказать, что вот в столбце H есть тут такая приставка, вот в столбце G, вербатин. Вот эти вот поля, которые с приставкой вербатин, они нужны для того, чтобы записать данные так, как они были у вас на этикетке. То есть я говорила уже, что координаты записываются в формате десятичные градусы. То есть градусы и после скидки плоск. Зачем это? Да. А у нас исходные координаты были в градусах, минутах, секундах. И на самом деле очень важно сохранить вот это вот исходное значение. Потому что вот эти градусы я уже пересчитала сама. Я могла, например, сделать ошибку при пересчете. И поэтому сохранить вот эти вот исходные значения, это очень важно. Можно я добавлю? Да. Здесь очень важно значение. Значит, для конца у вас этикетки выбирают люди, задачи которых очень аккуратно набрать текст этикетки. Они могут же не иметь представления о том, что такое географические координаты, какие есть форматы географических координат. Но они формируют большой массив исходных данных, которые мы потом вырабатываем. Для того, чтобы они не задумывались, мы это называем поле «как есть». Координаты в скобочках «как есть». Текст этикетки в скобочках «как есть». То есть без любой стандартизации именно в этом формате. А потом можно с помощью специальных диспоскриптов автоматически переносить в нашу систему. Да. И эти координаты могут быть указаны с ошибками. В процессе, например, 20 минут и секунду на самом деле это может быть все что угодно. И вот эти все данные, оба о том, как было исходное место обитания описано, как там исходный был вид, назван. Но очень важно эту информацию сохранять, потому что она может быть понадобится. И для таких вот исходных данных есть поля с приставкой «вербатель». То есть туда нужно писать все и так, как найти вверх. А вот в поля, которые заполняются по определенным правилам, уже записывается информация, звездная, приведенная в стандарты. Ну, вот здесь я пересчитала эти координаты. Зачем это надо? Потому что градусы в секунду вообще-то это не сломка. А десятичные градусы это не. Значит, давайте посмотрим. Ну и все остальные поля, там отмечен зеленый. То есть они могут быть, могут не быть. Их может быть больше, может быть меньше. Если вы еще что-то хотите добавить к этой этикетке, то это все можно сделать. Минус, почему? Сейчас я расскажу. Полушария, понятно, почему. Стандартный программ. Нет, это вообще нет. Чтобы не указывать полушария, указывать смену. Оно же не буквы указываться. Чтобы буквы не появлялись. Чтобы большого члена, полушария, полушария. Да, это полушария. Итак, значит, вернемся к нашей этикетке. Как вот эти данные, как вот эти данные перенеслись, которые будут отобрать. На самом деле вы можете придумать какой-то свой внутренний ID. Это может быть просто 1, 2, 3, 4, 5, хотя это не очень хорошо. Вы можете придумать какой-то осмысленный ID, в котором будет охраним вашей коллекции, год сбора, номер коллектора, там еще что-нибудь. То есть ID может быть вот такой, может быть вот такой. Главное, чтобы он был уникальный. Когда вы загрузите ваши данные в G-Leaf, вы получите еще один идентификатор внутри самого G-Leaf. А вот это аббревиатура из трех букв. УВП. Да, неважно. Это просто для этой коллекции. Да, это просто для этой коллекции. Значит, дальше. В базе софлета. Я говорила, что это значение должно быть фиксировано, оно должно выбираться из списка. Значит, здесь у нас аббревиатура из списка, потому что это коллекционный образец. И обратите внимание, вот те валя, которые выбираются из списка, они должны быть написаны ровно так, как они в этом списке приводятся. То есть, если написано слитно, писать надо слитно. Иначе при загрузке данных они у вас не поймут. Значит, следующее, это даты. Значит, GV рекомендует писать даже в формате год, месяц и день. И желательно так и сильно. Соответственно, если у вас там нет месяца и дня, то там остается либо год, там да. Но можно еще там добавить три поля, там year, month и day. И записать все еще в день на поля. Значит, дальше у нас царство, у нас растение. Название вида. Вообще, они рекомендуют писать как можно более подробное название вашего таксона. Но, в общем, если вы напишите просто рот и вид, то это все тоже будет загружено. Значит, ранг этого таксона, это вид, это не рот, это смесь, это вид, это тоже можно указать. Значит... Прозвращение, а опираться надо на какую-то систему таксономическую, единую? У GPF есть свой хребет таксономий, синонимники, поэтому он поймет все, что вы напишете. Да. Даже спрашиваю. А то, что не поймет, он вам покажет. Да. То есть это ваши дела. Все, что вы принимаете в качестве своей базовой, вы просто в метаданх потом пишете, а я растение называю по черепанову, или я растение называю по флоре сибилии. Да. Это ваше дело, ваше базовое. При этом, если... Кто вас наставляет? Да. Если систематика GPF считает, что то название, которое вы используете, это не принятое, а синоним, он вот в этот accept name поставит то, что принято в GPF, но ваше название тоже сохранится. То есть, когда ваши данные будут задружены, то там будет ваше название исходное и то, которое в GPF вообще принятое. А вы должны понять главную философию GPF. Все делается так, чтобы вы тратили максимально мало времени для переброски ваших данных в этот GPF. Ничего не нужно специально для этого руками линять. Нужно добавить несколько стопиков обязательно. Обычно в виде константов. В принципе, все. Да. То есть, если я ввожу название, допустим, вида, есть, у него это название, есть авторы. Он поймет и с авторами, и без. А с авторами и без. А, ну он поймет и так, и так. Если, допустим, существует до сих пор валидное название одного и того же вида разных авторов. Он поймет, потому что он у вас поймет. Нет, ну а... Это будет не разное. Вы просто не представляете, насколько... Нет. В смысле аммонимы? Токсономические аммонимы? Конечно. Но если вы их не добавите, то GPF пометит вам, что ваше название не может быть разрешено в термин в GPF-ской таксономии и добавит его, например, только к роду. Есть колмогрозти-стрикто, как синоним колмогрозти-негректы, и есть колмогрозти-стрикто, как принятый вид. Если вы не укажете таксономического автора колмогрозти-стрикто, он напишет, что ваше название в GPF-ской таксономии присоединено к роду колмогрозти-стрикто. И все. Но если вы не укажете таксономического автора, то он все это... Понятно. И автор в это же поле. Что-что? Автор в это же поле, что и название? Там есть даже в коре, можно и в разные поле описать, но там есть разные цели. Это сокращенная форма. Должен быть обязательно сомнительный а дальше может быть еще куча полей, в которых написано род, вид, семейство, род, вид, автор и так далее. Извините, можно еще вопрос? Да. А координаты мне нужно будет вручную пересчитывать? Скажем, да. Это будет вторая часть нашего фокшопа. Я скажу два буквально слова, что из градусов в минуту секунды частичные градусы координаты пересчитываются на коленке, но при этом есть куча сервисов, которые это делают автоматически. Так, значит, координаты мы устраиваем. Да, значит, почему здесь минус? Потому что наши сборы, наши сборы, из которых мы работаем, он находится, он собран в Ватемале. В Ватемале у нас находится в Западном Крушаре, поэтому здесь минус стоит. То есть это условно, это договоренность о том, как различать Западно-Восточное Крушарие, чтобы не указывать тут никакой буквы. То есть чтобы машина сразу могла это читать-считать. Значит, написано. Да. Я скажу, почему там был Курбок и завтра услышали. Потому что это по-испански написано. Да, мы это в Минске уже проходили. Да, ну и соответственно, да, то есть там переписано, как на этикетке. Да, также важно указывать, какой датум вы используете, какую систему координат. Потому что если у вас разные системы координат, то ваши точки с одними и теми же координатами в разных системах координат могут попадать немножко по-разному. Значит, на этой этикетке не написано, какая система координат. И я написала, что это предположительно в МГС 84, потому что, ну, скорее всего, это в МГС, но всегда есть вероятность, что там всегда локально осворяется какая-то мальская система координат. Да, значит, код страны мы посмотрели в таблице с ИЗО. И здесь еще вот есть несколько полей. Там же ставится. Значит, индивидуал каунт, организм, квадратности, квадратности, детали. Значит, индивидуал каунт это сколько штук вы видели. Там или сколько. Вот на этом листе один, значит, один образец наклеен. Вот, ну, поэтому здесь пишем один. Если у вас там проективное покрытие, там, не знаю, это ловушка, сутки, там еще что-нибудь, то писать нужно не в каунт, надо писать в квантике. Число. А дальше, что это такое? Проценты, килограммы, сантиметры и так далее. Ну, и здесь еще вот есть ссылка на картинку. Ссылка, если вы на нее нажмете, там увидите этот образец. Значит, лицензия. Это правило, по которым будут ваши данные использоваться. GBF сейчас использует лицензии Creative Commons, то есть это лицензии открытые, то есть вашими данными могут пользоваться. Но если у вас лицензия сесиной, вашими данными могут пользоваться все без ограничений. Я так и не могу до сих пор понять, нужно ли указывать автора. Вроде бы как бы желательно, но никто вас за. CC BY это все тоже могут пользоваться, делать с вашими данными что угодно, но нужно указывать автора. И еще есть CC BY Non-Commercial NC, то есть можно пользоваться и указывать автора, но эти данные могут быть использованы в некоммерческой цели. В том важно отметить, что в общем-то GBIF не отслеживает используются эти данные в коммерческих целях или не используются. Это во-первых, а во-вторых журналы, которые имеют, которые требуют публикации первичных данных, обычно тоже накладывают требования на лицензию, по которым эти данные могут быть публикованы. Как правило, вот эту некоммерческую лицензию они не любят. Ну и значит identification date это понятно вреда определения этого образца и значит кем он был определен. Ну вот собственно мы заполнили шаблон и в общем-то вот такая вот таблица с одной записью уже может быть отбуком вожжить. Значит сейчас я вам предлагаю затренироваться заполнять какую-то таблицу самим. у вас есть пустой шаблон который называется вот это да 0-1 IPT шаблон обратите внимание Нина здесь сделала очень большое дело она перевела вот эти комментарии всплывающих окнах значит вам нужно взять вот этот шаблон и заполнить сколько у нас получится один два три четыре пять этикетов вот заполнить вот смотрите я просто много часто этим занимаюсь лучше открыть с помощью просмотра фотографии Windows значит это позволит вам оптимизировать пространство чтобы сделать этикетку доступной посмотрите пожалуйста на экран как я это делаю я открываю этикетку по близости гербарий в общем мы взяли юганского заповедника делайте так чтобы у вас этикетка полностью помещалась можете пару раз нажать Ctrl Minus потому что в принципе она довольно хорошо видна убираете ее в нижнюю часть экрана ну ровно настолько чтобы саму этикетку было видно а верхней части монитора открываете полосочкой вот эту вот запись так делают все наши операторы в цифровом гербарингу и постепенно можете заполнять поля вот как вы это сами поняли из нашего рассказа не боясь сделать ошибку а сведения вот с этого гербарного мы сейчас работаем так мы 15 минут до кофибрейка этим занимаемся потом идем на кофибрейк и еще 15 минут после кофибрейка значит если у вас есть вопросы я знаю есть Алексей я Нина я пожалуйста кого и год без нас зовите мы вам поможем а почему программа не предлагает что-то выбрать потому что это экселевский файл который имитирует вашу табличку у которой у вас еще ее нет естественно эксель сам создаст из ваших же собственных данных наиболее употребительные у нас есть возможность жестко прописать список он вас поймет он поймет нормализует перевернет это не нужно понимать еще один вопрос вот когда мы процесс гербарда заносим с растениями все помнят зачем припили там же растения мешки крышки а если это однообразный смешанный сбор что делать со смешанным сбором это что делать самим все есть два генерального способа работать со смешанным сбором значит первый генеральный способ то что мы делаем с фраукер баниус группа то есть мы пока с домхов не добрались но по зазонности смешанный сбор мы делим именно так мы к нашему номеру штрих кода добавляем дефис 1 дефис 2 дефис 3 у вас получается чуть более длинная антишка и мы первая запись соответствует первому виду вторая запись абсолютно идентичная отличающаяся только вот этой приставочкой дефис 2 названием вида она про первый вид из примесей второй вид из примесей третий вид из примесей и так далее сколько видов примесей определено столько у нас дублирующих записей которые будут например mv001 дефис 1 mv001 дефис 2 дефис 3 дефис 4 дефис 2 фактически у нас это означает что у вас вот эта штука дефис 1 она никогда не найдется через антишки мы не состыкуем мы фактически делаем размножение образцов мы говорим что в образце со штрихи таким-то мы хранили де-факто 5 раз и не заносим базу данных как 5 раз строк в заклад пакет и в сан течение в это ему разное и в принципе То есть на соображении препараты, но вы, правда, не занимаете. Поэтому у нас с техническими соображениями. Скажите, пожалуйста, а вот все это вручную, но нельзя это выбрать. Но, как правило, он способ будет, если вы его динозакопируете, то потом уже мозг повторяете. Нет, потому что вы все экономим времени. Вот это вот витаминальности, что вам насчет. Вы понимаете, вы сделаете это один раз в жизни. Если вы собираетесь заниматься, вы будете покупать. Понимаете, если вы в цель ниже поставите стопы, вы покупая набрали. Можно все заполнить. Так, самое главное, надо с первого раза набрать правильный. Это у нас еще есть базисы треков. Ну, это вот. Можно просто попробовать. Аптические. Копируйте. Там что-то, например. Нет, никакой формат. Да, это через соник. Можно, через соник. Через соник. То есть у вас найдено. Вот, а, причем, это все по-моему, за время, надо потом скопку поменять. С примера взять и... Значит, в правом гетаре мы делаем так. Поделаем три раза столбика 10-10 с горстуками. Делаем один столбик, в котором с помощью... Просто их нет. Так что нам, пожалуйста, в конвете? Сцепляем. То есть там у вас... Так, а здесь сначала год, потом месяц, день и теперь. Конвете первый. Дальше номер два. Спартом такой-то, конвете первый. А я за первым кидаю все. А, да, а я за соник. Нет, лекарственная система не такая. А он, например, ставьте точку. Да, нужно из примера... Нет, это формация. Поставьте, пожалуйста. Если хотите, чтобы он появлялся точка, то это проблема... Нет, спросите. Вы делали, как вы сказали. А он это делает. Сначала корень, дымчатый, физик. А он сделает... Это потому, что у вас как бы есть стандартный литрорус. Стройка Excel. А людям можно надеть, да? Нет, смотрите. Можно обратно, там, ванчинку. Значит, для того, чтобы Excel вам не съедал крема стройки, мы слоились, потому что у них есть такой формат, как дата, да? Вы сначала пишите апострах, вот такая там фишка. И какой-то он готов. Почтите, смотрите, что происходит внимательно сюда. А если я знаю, что это правильно, то они просто копируют. Да-да-да. А Фемили, можете не заполнять второго? Ну, как бы. Ну, можете писать цепиралис, можете не заполнить. Ранг Токсона. Здесь нужно писать, что это... Это да. Нет-нет, это нет. Можете честно не писать, что это цепиралис, точнее, квалис. Вот, видите, примеры, спешить свечи, я чаще всего встречаюсь. Вот это гернария. Это гернария. Это гернария. Наверное. Так. На р-наде, когда-то отцепили презентации. Здесь должно быть число и не должно быть километра. Да-да-да-да. Что значит вторая точность? Это значит, что, как мы вчера на презентации вечером показывали, у вас есть координаты, но на самом деле в окрестностях этой точки было нужно. То есть это точность координат? Нет, координаты. Там координаты, я не знаю, я, по-моему, не давал. Да. Ну да, но это я... Не, ну ты, сразу скажи, что происходит. Хотя координаты, как каждого. То есть это радиус круга, указанных координат, который полностью накрывает то место, где произошло событие. Это начало конец. Может быть маршрут. Возможно. Это может быть цикроид маршрута. Я думаю, что тут надо отсунить. Вот начало конец. Но я сначала думал, что это не совсем не подходит. Но если имеется в виду цитроид, то есть есть ширина, диаметр круга, то это вообще не будет. Например, ну вот здесь такая аналогия. У нас есть гербарные этикетки, на которых написано между деревнями Акшова и Муратова. Как мы делаем по факту? Мы тыкаем точку аккуратно в середине между Акшова и Муратова и в качестве uncertainty указываем вот эту половину расстояния. То есть круг в центре между этими деревнями будет касаться окраин этих двух трейсов. Ну и, соответственно, весь маршрут будет как бы укладываться. Давайте это потом обсудим. Собственно, вот есть отдельный термин footprint в ВКТ. Как бы описание трейба. Он будет принят в круто. То есть это последовательность точек кривой. Это просто пара координат, вот так? Она снимается с GPS. Ну сказали, что да, с GPS мы не сняли. То есть это у нас последние были площадки. И следующее – это описание видов, которые были найдены на этой площадке. Они связываются через одно маршруте. Они связываются через ключевое поле, то есть вот тот же самый маршрут, как он здесь назван, он также назван и здесь. И он повторяется. То есть все эти виды были найдены на одном маршруте. Вот он так повторяется. Затем есть еще индивидуальные номер наблюдения. То есть они здесь уже отличаются. И здесь уже… Это та самая точка, которую сейчас заполняли. Такая же, как для Барин. То есть это поля вид, дата и другие. Ну и в случае учета птиц, как бы, обвинений, здесь несколько полей остались еще для обсуждения. Их надо обсуждать вообще в контексте для этих псевдородов, или в контексте этой методики. Для того, чтобы понять, с какими терминами дарвентура их трактировать. И как удовольствие будет дальше их, в общем, обрабатывать и хранить. Ну вот эти поля, например, расстояние до наблюдения птицы, оно не редко встречается в дарвент-хоре. И тут нужно вообще-то разговаривать о рентологе над собой, договариваться, как они будут использовать дарвент-хору для конкретного этого. Ну, здесь, ну, это касается… Понимаете, чем больше рентологов придет сюда, да? Тем больше. Вы не спорняетесь с этими вещами. Здесь расстояние, это чисто методический прием расчета. Здесь вариант, или мы все-таки плотностные оценки сюда поставим, уже готовый результат. И вот, в данном случае, первично, тогда поле расстояния до птицы, оно должно быть здесь. Все, спасибо. Я думаю, у меня еще были короткие комментарии. Значит, в общем, в целом, здесь концепция такая, потому что есть очень много частных вещей, которые можно обсуждать, как мы будем этот дарвент-хор запихивать. Можно обсуждать долго, там, приходить к какому-то общему мнению или нет. Но, в целом, идея, на мой взгляд, должна быть такая. JBF – это агрегатор, это такой глобальный поиск, это способ сделать ваши данные видимыми. И если у вас есть какие-то очень специфические данные, которые в даровой форме плохо описываются, то, может быть, их и не надо пытаться описать. То есть, цели, чтобы ваши данные стали обнаруженными, вы добьетесь и тем, даже если вы не будете по какому-то очень специфическому информацию публиковать. Ваши коллеги вас найдут. И дальше вы уже вот эти специфические вещи можете подречно обсуждать. Есть еще такой момент, что если есть какая-то более специализированная база, например, там есть база «Морская область», где, помимо которой тоже, наверное, сделано, где есть там глубина, соленость воды, где вот собраны эти организмы, она эти все данные учитывает. Когда данные из описи попадают в джерлифт, там уже никакой солености нет. То есть, если есть как бы более специфическая база, то надо загрузить в нее и в джерлифт подать какую-то выживку. Но основной идеей, что данные стали видимыми, мы добруемся. Да, и потому, ну, весьма коротко. Для себя я определился, что там будут плотностные оценки, поскольку результат важен. Но два поля, чье число встреч птиц остается, и плотность. Потому что из одного другого можно потом перейти там. Они могут воспользоваться относительным расчетом коммунистрации встреч птиц, или взять абсолютную оценку доверия в свою джерлифт. Или напишут несоблашение. Да, конечно. Потому что не сохранится дата-цета, будут все уже... Значит, мы... Нет, ты все показал? Значит, мы сейчас переходим к следующей части нашей практики, которая будет касаться того, как дальше данные чистить. Потому что, когда вы сделаете вашу большую таблицу, как бы вы внимательно заполняли поля в дорогом горе, все равно в этой таблице будут ошибки. Чем больше у вас данных, тем больше этих ошибок, скорее всего, будет. Ну, в общем, ошибки – это вещь такая неизбежная, и тут не надо ругаться, переживать, ругаться на своих аппаратах и студентов. Но это надо воспринимать как должно. Я не буду в любом случае. И вокруг вот этих методов поиска и устранения этих ошибок есть очень много методов, есть всякие инструменты, есть онлайн-приемы, есть оффлайн. Вот Илья сейчас будет показывать, как это все делается, и вы тоже походите это делать уже с готовыми днями. Чистка данных – это искусство? Господи. Это не технология. А, можно еще коротенькие. И надо понимать, что то, насколько вам нужно вычистить ваши данные, зависит от того, что вы с ними хотите делать. То есть, если вот вы, например, там исправили все таксономические названия, все координаты, если вам этого достаточно для достижения ваших целей, вот на данном этапе, то, может быть, дальше, может быть, и не надо ничего с этим непосылом делать.